Столица половина шестого. Добрый вечер. С новостями Эльвира Найманбаева и Виктория Антонишина. На 115% выросла выручка фонда Самрук Казена по сравнению с прошлым годом и составила 405 миллиардов тенге. Сегодня в Аккорде председатель правления компании Мурзак Шукеев рассказал Мурсултану Назарбаеву об итогах работы фонда за 9 месяцев, а также доложил о ходе реализации программы трансформации и приватизации. По плану в конкурентную среду передадут 216 объектов Самрук Казена. На сегодняшний день Госкомиссии по вопросам модернизации экономики согласованы способы реализации 133 активов. Из них 39 уже реализованы на общую сумму 7 миллиардов 400 миллионов тенге. Мурсултан Назарбаев также обратил внимание на необходимость повышения эффективности трансформации Самрук Казена и достижения конкретных результатов. По итогам встречи глава государства дал ряд поручений. Я доложился о ходе программы приватизации. В составе правительственной программы у нас есть два списка приватизированных объектов. Первый список 44 крупных объекта и второй список 172 средних и малых объектов. Также доложился о ходе программы трансформации, особенно в части проведения кадровой политики, где в наших дочерних компаниях идет отбор, тестирование и новые грейдирования, так называемые, всех должностей топ-менеджмента. В стране плохо расследуют финансовые преступления. Такое заявление сделал генпрокурор. По словам Жака Паасанова, отечественным сыщикам редко удается вернуть украденные и вывезенные из республики деньги. А если и получается, то это небольшая часть средств. За 10 лет только по возбужденным уголовным делам за границу вывели порядка 10 миллиардов долларов. По мнению Асанова, финансовый преступник умен, технически образован, думает быстрее и на несколько шагов впереди следствие. В качестве примера неудачной работы по экстрадиции украденных денег прокурор назвал дело бывшего Акима от Ираусской области, которому удалось вывезти в офшоры полмиллиарда долларов. Аналогичная ситуация была и с бывшим вице-президентом Каза Тампрома Рустемом Турсунбаевым, присвоившим 70 миллионов долларов. Сейчас он укрывается в Канаде. Еще один случай – это дело экс-руководителя группы компании «Азбукожилья» Ирканата Тайжанова. Он обманул дольщиков на 14 миллиардов тенге, сбежал в Австрию и на награбленной купил недвижимость за рубежом. К сожалению, мы плохо работаем по такого рода уголовным делам. И зачастую возвращаем мелочь. Наши сыщики по горячим следам быстро раскрывают сложнейшие преступления в основном против личности. Мы это умеем делать хорошо. Мы хорошо расследуем кражи, убийства, хулиганства. Мы даже делаем это лучше, чем многие европейские страны. Но финансовый криминал мы расследуем очень плохо. Вместо того, чтобы сразу найти и заморозить деньги, обеспечив их возврат, следствие занято иным. Пока экспертиза, подсчет ущерба, преступники переводят наворованное в офшор и спокойно покидают нашу страну. В ближайшие 10 лет в стране стоимость энергии из возобновляемых и традиционных источников может сравняться. Таковы прогнозы главного энергетика. Представляя в Верхней Палате парламента законопроект о ратификации Парижского соглашения, Канад Базумбаев рассказал, что с начала года производство зеленой энергии в Казахстане выросло на 177%. Сейчас содействуют 42 объекта, до конца года появится еще 9. В ближайшее время будет утвержден план их размещения. Чтобы это не было хаотично, чтобы на севере страны желающие не строили солнечные электростанции, а строили там, где это естественно на юге. Те тарифы, которые были утверждены, позволяли и на севере в принципе построить. Это не совсем эффективно. Предполагаем, что именно после 20-25 года значительно будет удешевление стоимости производства объекта ВИЭ. Соответственно, и электроэнергия после 2025 года, мы прогнозируем, ее себестоимость должна сравняться с традиционными источниками. Тогда это не будет нагрузкой для таких крупных наших промышленных гигантов. Что касается основной темы доклада министра, то сенаторы приняли законопроект о ратификации Парижского соглашения. Страна, которая его ратифицирует, должна внести свой вклад в уменьшение скопления парниковых газов. С 2020 года все участники соглашения каждые пять лет будут представлять свои национальные обязательства по сокращению вредных выбросов в атмосферу. В рамках документа предусмотрена материальная и технологическая поддержка. В Астане планируют установить электростанции, работающие за счет альтернативных источников энергии, таких как ветер и солнце. Об этом сообщил министр энергетики уже во время беседы с журналистами в рамках стартап-фестиваля. Он уточнил, что работа ведется с Экиматом столицы. Два проекта мне очень понравились, возобновляемых источников энергии. Это использование энергии ветра, уникальные вообще разработки. Я думаю, что мы обратим на них внимание. И вот сосед Рентачем и Секешевым мы сейчас работаем над тем, чтобы в Астане появились солнечные, такие небольшие солнечные и ветровые станции, чтобы Астана была, скажем, тем регионом, который показывал бы пример для других городов нашей страны. Правда, о конкретных сроках глава ведомства говорить не стала. Отмечу, что Канад Бузумбаев открыл конкурс среди изобретателей, проходящих в Астане. Он подчеркнул, что это событие станет еще одним шагом в решении глобальных вопросов, связанных с изменением климата. В столичном дворце независимости собрались 100 изобретателей со всего мира. Из них четверо из Казахстана. Они прошли жесткий отбор. На начальном этапе было представлено более 700 работ. В финал попали разработки, позволяющие производить электричество из энергии ветра, солнца и даже морских волн. Мобильные приложения по управлению бытовыми приборами, электромобили, аккумуляторы для солнечных электростанций. В общем, все, что представляет большой интерес для развития зеленой энергетики. Сегодня независимые члены жюри выберут из сотни 30 лучших проектов, которые представят на международной выставке Экспо-2017. Продолжим. Госсекретарь встретилась с депутатом Бундестага парламента Федеративной Республики Германия. Ульшара Абдекалыкова и Сибилий Пфайфер обсудили вопросы экономического и социально-культурного партнерства. Как отметила госсекретарь, Германия является ключевым партнером Казахстана в Евросоюзе. Ежегодный товароборот обеих стран превышает 2 миллиарда долларов. Идут переговоры с крупнейшими немецкими компаниями по запуску ряда инвестпроектов. Германия – один из участников международной выставки Экспо. Как отметила Гульшара Абдекалыкова, страны связывают и тесные социально-культурные связи. В Казахстане проживают 180 тысяч этнических немцев, поддерживается связь с эмигрантами. В свою очередь Сибилий Пфайфер рассказала, каким опытом готова поделиться Германия. Все 25 лет независимости вашей страны Казахстан является важнейшим партнером Германии. И мы готовы развивать наше сотрудничество, поделиться новейшими технологиями в сфере IT, фармацевтики, медицины, химической промышленности и в производстве медоборудования. Мы считаем, что Казахстану необходимо активнее развивать женское предпринимательство. 80% бюджетных доходов Германия получает от малого и среднего бизнеса, а половину всех предпринимателей составляют женщины. На одной из станций метро американского Бостона произошло задымление поезда. В результате инцидента пострадали 5 человек. Чтобы выбраться из дымящихся вагонов, пассажирам пришлось разбивать окна. По словам очевидцев, задымление произошло в поезде, который отходил со станции Бэкбэй. Состав восстановился, однако двери по невыясненной причине остались запертыми. Среди пассажиров началась паника. По предварительным данным, ЧП произошло из-за перегрева мотора. 250 миллионов евро дополнительного финансирования получит французская полиция на новое обмундирование и вооружение. Об этом сообщил глава МВД Франции Бернар Казнев. Он отметил, что уже в конце следующего месяца власти страны рассмотрят возможность изменения законодательства с целью расширения полномочий полицейских в рамках их права на самооборону. Между тем, ранее по всей стране прошли массовые акции протестов сотрудников правопорядка. Тысячи полицейских вышли на улицы, требуя от властей улучшения условий труда, а также выделения дополнительных сил и средств в условиях ухудшающейся криминогенной обстановки и постоянной террористической угрозы в стране. Поводом послужило нападение на две патрульные машины в пригороде Парижа в начале месяца. В результате атаки тяжело пострадали двое стражей порядка. В Турции продолжаются операции по выявлению военных, причастных к попытке военного переворота 15 июля. Как сообщает наш корреспондент в Турции Ержан Джунес, полицейские провели обыск в 17 провинциях Конии и на территории 3-й летной базы. В ходе спецоперации арестованы 74 человека. Генпрокуратура предъявила задержанным обвинение, цитирую, в грубом нарушении требований Конституции, препятствия неработе законодательных органов, противодействии властям и пособничестве террористической организации. Напомню, ранее по такому же обвинению были арестованы бывшие главнокомандующие 3-й летной базы и гарнизона Конии, генерал-майор Халук Шахар и 23 офицера высших чинов. Генассамблея ООН в 25-й раз призвала прекратить торгово-экономическую блокаду Кубы, осуществляемую США на протяжении полувека. Резолюцию поддержала 191 страна, при этом Соединенные Штаты впервые не высказались против принятия документа, а воздержались, как и Израиль. Как отметила посол США Саманта Пауэр, это решение не означает, что Америка полностью одобряет политику кубинского правительства. Отмечу, отношения между странами начали улучшаться с приходом к власти Барака Обамы. Многие американские компании сейчас уже открыты, начали выходить на кубинский рынок, хотя часть ограничений на работу на островном государстве сохраняется. Другим темам. Сразу несколько казахстанских спортсменов лишились олимпийских наград. Национальный комитет получил официальное уведомление от Международного олимпийского комитета о санкциях, примененных к участникам Игр 2008 и 2012 годов в Пекине и Лондоне, в организме которых выявили следы запрещенных препаратов. По результатам дополнительного исследования проб, дисквалифицированный борец вольного стиля, серебряный призер Таймурас Тиги, а также олимпийские чемпионы тяжелоатлетки Светлана Подобедова, Зульфия Чиншан-Ло и Майя Манеза. Их результаты аннулированы, а награды отозваны. Сообщается, что решения о сроках дисквалификации будут приниматься соответствующими международными федерациями. Столичное управление образования намерено бороться с поборами в школах. По официальной информации, за 4 месяца на сотрудников учебных учреждений поступило 560 жалоб. 85 из них касаются принудительной сдачи денег. Однако лишь два случая сейчас находятся на контроле. Все потому, что большинству претензий люди прислали без обратных данных. А анонимный характер сообщений не позволяет вести расследование. Также в Акимате отметили на ремонт, канцелярские, спортивные товары и другие школьные нужды. Государство ежегодно выделяет средства. А значит, родители не обязаны платить за это из собственного кармана. В списке исключений учебники с углубленным изучением предмета, кружки или секции. На усмотрение папы и мам плата за турникеты с СМС-оповещением. В случае, если ребенок все-таки столкнулся с настойчивыми просьбами сдать деньги, в этом факте можно рассказать в фейсбук-группе «Столичное образование» или позвонить по телефону горячей линии. 500 тенге на турникет, это хочу пояснить. Это добровольно, от каждого родителя добровольно. Если вы желаете получать СМС-уведомление, когда ваш ребенок зашел в школу, когда вышел, только тогда. Если один учитель, если один руководитель будет ущемлять права детей, тогда я прошу официально указать номер конкретной школы, имя, фамилию, классного руководителя, учителя или директора конкретного, и как они оказывают давление. Ожидают нововведения детские сады. Со следующего года направление до школьного учреждения можно будет получить через портал электронного Акимата или ЦОН. Предполагается, что это позволит сделать процесс очередности прозрачным. И последнее. В столице устанавливают дополнительные камеры слежения. Всего их будет более 2,5 тысяч. Таким образом, правоохранители готовятся обеспечить безопасность гостям, которые приедут в Астану на Экспо-2017. Учили полицейский опыт других стран, проводивших масштабные мероприятия. В планах также разработать мобильное приложение глобальной выставки. В нем будут маршруты проезда до Экспо, информация о полиции, таможенной службе и другое. Всего в период проведения выставки за безопасность будут отвечать 7,5 тысяч человек. На этом пока все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok